Ай-яй-яй, скоро год заканчивается, надо поздравлять маломана, а коробочка с мылом только пришла. Расскажите, какие у вас ассоциации вызывает словосочетание «Фабрика Свобода». Вы не поверите. Узнала недавно, что у них есть сайт, решила из любопытства сходить только посмотреть, что ж там такое. Я на самом деле любитель поделать мыло ручной работой, чисто как творческий процесс, поиграться с формой, с цветом, ещё с чем-нибудь. Мыло в химическом смысле этого слова, то есть натриевые или калиевые соли жирных кислот, как моющее средство, я не очень люблю. Уж больно, но мне кожу сушат, и уж больно я не встречала бережных к моей коже таких кусочков. Но многие любят. Плюс куски мыла бывают безумно красивые, просто коллекционные. Давайте смотреть, что я не выдержала и заказала с сайта «Фабрики Свобода». В общем, только посмотреть туда не надо ходить, потому что только посмотреть не получится. Итак, читаем. Мыло подарочное. Нежное мыло в сочетании с косметическим кремом и ухаживающими экстрактами розы. А где состав? Да. Пальмат натрия. Пальмат натрия – это из пальмы масло омыленное. Вода, глицерин, экстракт розы, масло подсолнечное. Так, получится аккуратно открыть. Я вам хочу показать, на что я повелась, потому как до минимальной доставки я набиралась, чтобы получить вот эту красоту. Видите? Вот. Слушайте, обалденно пахнет розой. Я думаю, маломаны мои будут в восторге. Вот. Можете поставить, почитать. Недешевые куски, 300 с лишним рублей эти коллекционные куски, но аромат обалденный. И все внимание на упаковку. Я думаю, завтра маломан будет просто пищать от восторга. Так, еще что? Я не удержалась. Еще взяла два вот таких мыла «Цветы императрицы», «Любимый цветок» и «Веяние весны». Прямо «Веяние весны» по Джорджу Мартину. Я не уверена, что я это все подарю. Но, может быть, очень многое останется мне. Ни с кем не поделюсь. Тоже, да, это мыло с глицерином, с экстрактами. А что обещают? Цветочный аромат деликатный. Так, аккуратненько открываю. Ой, оно розовенькое. Красота. Красота. Да, вот цветы, причем вспоминается какой-то натуральный цветочный аромат. Вот сейчас боюсь сказать навскидку, на какой цветок похоже. Что-то ближе вот к лилии, вот к таким каким-то ароматам. Ну и вот на паузу можно поставить, почитать текст. Красота, да? Так что 300 рублей, но смотрите, какой красивый подарочек. И прям по Мартину веяние весны. Деликатный цветочный аромат. На ландыш похож. Вот здесь совершенно четко вспоминается ландыш, веяние весны. Ну, в общем, логично, что весенний аромат самый частый – это ландыш. И вот со второго занюха очень хорошую пару может составить хоть герленовскому ландышу, хоть и в Роше ландышу. Так что всем фанатам аромата ландыш обратить внимание на это мыло. Не, наверное, это все у меня все-таки придется оставить на подарке. Уж больно. У меня мыломанов много среди своих подружек. А у мамы все подружки, кому за 70, у них Фабрика Свобода – это еще и воспоминания об их молодостях. Русская баня Вербена. Это я взяла, чтобы понюхать аромат Вербены от Фабрики Свобода. Это, согласитесь, очень популярный и у Локситана, и у их Роше, и у многих других пофермерных современных компаний запах Вербена. Вот Вербена и Свобода как-то не ассоциируются. А Вербена... Правда, не нежная Вербена напоминает средства от комаров с... Господи, все время помнила родственника Лимонграсса. Вспомню, вам расскажу. Я его всегда добавляла в смеси цитрусовых масел для глубины, потому что в большой концентрации запах вот только комаров пугать. А чуть-чуть вдобавок к прочим цитрусовым создает такой вот какой-то эффект глубины, насыщенности аромата. Короче говоря, Вербена лимонная здесь... Надеюсь, что все-таки в процессе использования мыла этот запах разбежится. Но кто любит такой насыщенный цитрусовый вербенный запах, может взять это мыло и раскидать, допустим, по шкафу с бельем. В небольшой концентрации будет хорошая. Вот прям как я в упаковку всунула нос... Ну, такая ударная Вербена, я бы сказала. Так, ну ладно, оставлю. А то в прошлый раз ко мне свекровь приехала, зашла в мою ванную, где открытых в единицу времени штук пять гелей для душа и не поняла, чем мыться. Потому что человек старой закалки, вот не видит привычного бруска мыла, вот чем мыться, может впасть в ступор, не знает. Поэтому к приезду свекрови я готова. Ну, этот фаберлик у меня еще мыло есть. Это я даже не знаю, кто пользовался. Напишите вам, как эта штука. По составу обычный вот тональник. Сейчас попробую сфокусировать. Сфокусируйся, кому сказала. Вот, вода и дальше пошло. В общем, достаточно обычный такой тональник. Давайте посмотрим цвет. Я не помню, там был какой-то выбор. О, смотрите, зафольгировано все. Не помню, там с цветами был какой-то выбор, не был. Потому что я уже это брала исключительно, чтобы добраться до суммы доставки. Так, цвет первое впечатление приятный. Кроющей способности не вижу, но размазался хорошо. Запах пудровый, приятный. Я его вообще потеряла, не вижу на руке. Выравнивающий тональный крем. Легко наносится, согласно, равномерно распределяется. Еще как. Естественный цвет подходит для любого типа кожи. А, вот, оттенок есть. Все-таки был там выбор оттенков. Вот вы его видите. Исчез на руке. Ну, посмотрим. Отложу к себе в запасы. Сколько у тебя срок годности? 12 месяцев. Ну, я думаю, за год я про него не забуду, прихвачу, использую. 53 грамма на вид. Вряд ли больше 50 миллилитров. Поэтому использую. Так, ты кто? Ну, влажные салфетки. Мы их сейчас открывать не будем, чтобы они не начали сохнуть. Делихатный уход. Целебные травы. Защита от бактерий. Может быть, даже состав найдем. Так. Состав. Ничего ядовитого не вижу. Вскрывать сейчас не буду. Пусть полежат. Так. Наверное, уже лучше сделать вот такую перестановочку в кадре. Ну, и не буду долго томить. Увидела я там два таких подарочных набора. И если вы удивляетесь, кому дарить, ну, не знаю, спросите у ваших мам и бабушек. Они этими шампунями мылись, и все хорошо. И я могу со всей ответственностью заявить, что периодически шампунь желтковый или утренняя роза я покупаю. Они моющие, очень так хорошо отмывающие. Ими вполне можно заменить суперочищающие шампуни. То есть, когда вам надо быстро и не сильно потратившись смыть большое количество там масляной маски или укладочных средств для волос. Сейчас вспомните про фабрику Свободу. Эти, наверное, наборы мы с мамой на какие-нибудь близлежащие праздники подарим. Среди ее подружек распределим. Вот. А так эти шампуни любим, уважаем, не забываем. Ну, и последнее, что я там увидела, то ли я по магазинам хожу с закрытыми глазами, то ли нигде больше, кроме как на сайте это не водится. На самом деле, очень люблю подобные штуки. Главное, чтобы состав не подкачал. Вода, содиум, лаурет, сульфат. То есть, лаурет, сульфат. Натрия, сорбитол, галицерин, какамидеа, парфюм, феноксиэтанол, экстракт прополиса, экстракт ромашки. Ахелия, мелифолия, экстракт... Боюсь, сейчас ошибиться. Центурия. Я вообще не помню, кто это, но тоже ее есть экстракт. И лимонная кислота. Может, в описании есть? Прополис у луговые травы. Прополикс, экстракт ромашки... А, тысячелистник, ахелия, мелифолия. Василек синий. Ну, что я могу сказать? К сожалению, это не моя любимая от ромашкиного луга смесь из мягких павов. Это лаурет, сульфат. Не сильно лучше лаурила, но с смягчающими компонентами в виде глицерина, сорбитола, какамида, ДА. Поэтому, в принципе, у меня на сам лаурет, сульфат резко аллергии нету. Буду, наверное, сама пользоваться. Надеюсь, мне понравится и по запаху, и по всему остальному. К пчелопродукции в мыле я вообще хорошо отношусь. На лаурет сульфат у меня никакой аллергии нету. Лаурет сульфатными гелями и от Ифраше, и от Эйвен, и от Фаберлика я пользуюсь. И, кто помнит, Локситан вообще-то тоже. У них именно моющие композиции мягкостью вообще не светят. Тоже большинство их сделано на этом лаурет сульфате. Поэтому Свобода тут не отстает от мирового тренда взять самое пенищееся, самое дешевое, и наделать из этого кучу других средств. Вот такой у меня небольшой заказик от Фабрики Свобода практически на минимальную сумму. Я прошу прощения, запамятовала, сколько это все вместе стоило. Ну, давайте грубо посчитаем. Кусочки мыла будем считать 330 штука. То есть почти 1000 рублей это вот эти кусочки мыла. Но учитывая, что вот этот рублей 30, то как раз все 4 куска это где-то 1000 рублей. По 100 с небольшим вот эти наборы. И вот эти три позиции вместе тоже там, в общем, это все где-то вышло в 1500. Заказ доставлялся службой Боксбери и доставка была тоже 200 с небольшим рублей. Но приехало все ко мне очень быстро. Так что, если, допустим, покупать только вот такие шампуни или периодически мелькающие где-то по универмагам крем-балет, то да, дешевле дойти до Ашана и взять там поштучно эти шампуни и крем-балет. А если вот идти за такой штучкой, которую и подарить не жалко, и нигде у нас что-то она в рознице не стоит, по крайней мере, вот там, где я хожу, я не видела. Или чтобы вот такую большую банку мыла взять за недорого, попробовать. Тогда, да, имеет смысл идти на сайт фабрики Свобода и оплачивать доставку. Бесплатной доставки что-то я там, по-моему, ни от какой суммы не видела. И есть сумма минимального заказа. Еще раз повторюсь, заказ пришел быстро, так что мыломаны будут мои с подарком. Всем пока-пока. Я пошла убирать покупки.